Здравствуйте, уважаемые любители волейбола, в спортивном канале НЗВ+. Прямая трансляция из Бремена немецкого города, где проходит матч команд группы Е, второго предварительного этапа 14-го чемпионата мира по волейболу, среди женщин. Волейболисты в форме России в среде предстоит играть в кубинках. Сейчас же нам с вами предстоит наблюдать за встречи лидеров группы Е, первой и второй команды нового рейтинга со сборной кубы. Ну и в последнее время все чаще громим соперниц за счетом 3-0. Так было и в недавнем турнире Гран-при. Причем дважды мы обыграли сборную кубы с таким счетом. Ну, кубинки вообще там выступили неудачно, насколько вы помните. А мы заняли первое место в упорной борьбе, обеспечивая себе место в четвертьфинале. Атака Лиза Тичникова в крайней сетке. Видите, мы повели на первых минутах 3-0, но кубинки нас достали. Ну и, конечно же, сегодня так мы будем видеть часто. Ожидается абсолютно равный матч. И счет вновь в черный раз сравнивает. Обе команды вышли на эту игру в своих сильнейших составах. Ну и что от этого матча, в общем-то, зависит. Победитель группы, нашей группы. О, здорово, как сейчас Санчес сыграла в защите. А вот у Жени Артамонову не получилось. Исправилась она с атакой Зоэлы Баррес за трех метров. В любом случае, команды остаются здесь в бремени для того, чтобы играть четвертьфинала свою. Единственная разница. Победитель нашей подгруппы выходит на третью команду из группы Е или Ж. Соответственно, это будут или кореянки. Поскольку Болгария сегодня обыграла Пуэртель, лишилась шансов на продолжение борьбы. И, в общем, таким образом получается, что победитель нашей группы будет играть в третьей команде из группы Е. Это будет или Корея, или Болгария. Штутберг, а, соответственно, проигравшая команда встретится с победителем. Волейбол, конечно же, энтузиастка волейбола не пропустит такой возможности посмотреть на матчи с участием лучших в сборных мира. Если они проходят по соседству Жену, скорее всего, это будет Италия. А вторая команда по мере силами со второй командой из группы Жен. Ну и вот выигрываем мы очередной очко. И у нас замена при счете 9-12. Тут как раз, кстати, в нашей митарской кабине расположилась большая группа бывших наших. Может быть, вам придется еще услышать их громкие. Перечисляется кубинкам. Анастасия Беликова. Нет еще, вы видите, что сделали, что сделали Юлилка Руис в этом эпизоде. Таким мячиком можно играть. И все закончилось, к сожалению. Вот посмотрите, наши раньше времени скинули вверх руки, решив, что это уже безнадежный мяч, за которым кубинкам даже не стоит пытаться бежать. Марта Санчес просто подбил этот мяч на... Видите, он перелетел на нашу сторону, но по нынешним волейбольным правилам можно сохранять в игре, если за пределами антенны мяч возвращается на сторону команды. Поэтому проиграли. Это обидное очко. Но следом сумели взять себя в руки, снялись. И сейчас минимальный перевес. Услышите, как поддерживаются рядом сидящие наши, а нынешние немецкие граждане, нашу команду. Елена Плотникова здорово атакует. Катя Гамова не очень сильно выполнила подачу, но... Тем не менее, завязалась борьба благодаря нашему блоку. Первые атаки справились, затем Катя Санчес пробила. Наш блок и Регла Торрес, 27-летняя трехкратная олимпийская чемпионка. Наверняка мы ее увидим на площадке в сегодняшнем матче. Обычно она выходит... Ее выпускают... На площадке тренеры... Счета 18. Сейчас вновь к Кубинке достают сумасшедший мяч в защите. И вновь Лена Плотникова, посмотрите, она очень неплохо сегодня играет. И уже, особенно во второй зоне, проходит свое дело ее атаки. И еще сравнивает она, несмотря вот эти самоотверженных усилия кубинских девушек. Особая статья, это и не гран-при, и не какой-либо другой турнир волейбольный. И то, что кубинки могли себе позволить на предварительных, в предшествующих стартах сезона, и еще особенно незначащих соревнованиях, могли себе позволить занимать последние места и вообще не оказывать ни малейшего сопротивления. Соборная куба очень боевая, самоотверженная и уже, несмотря на юный возраст многих волейболисток этой команды, очень уже достаточно классная команда. Вот и Марта Санчес, которая редко улучшила свою игру. Просто другая Марта на наших глазах играет две разных волейболистки, которую мы видели с вами, допустим, по ходу этой первой партии матча. Ну и Евгения Артамонова на все раз хорошо выполнила подачу, не очень сильно. Вы знаете, была у Жени травма, серьезная травма в стене, однако два предыдущих матча в нашей группе, вот этого второго предварительного этапа, она провела так себя четвертьфинальные матчи. Они состоятся в среду, 11 сентября, и двух дней отдыха. Ну и затем только команда из Кутберта и Бремена переберутся в Герлин. Уже для решающего выяснения отношений. Мы тут сами прекрасно видим, 11 номер кубинской команды вновь выполнят еще одну попытку. Кюрина, одна из лучших игроков чемпионата на приеме, в этот раз сыграла надежно. А вот и Женя выручила в защите, и на нее же передача. Молодец, блок смягчил удар, такие мячи кубинцы, конечно же, оставляют в игре и атака. И удалось не просто этот мяч выточить, сейчас была на ваших экранах, а выиграл заточков полный минус и корыли. И еще одна подача Лейлы Ляны Месси. И кубинцы побеждают первой партии матча со счетом 25-22. Проиграли и партию, и матч в целом. Ну и началась у нас вторая партия, началась она вот с этого отличного блока. Ищенко и Гамовой. Закрыли мы атаку Месси Карелия. Хорошо двигаются кубинские волейболисты. Никто практически на площадке не стоит с этой стороны на месте. И перетекают так они. Сыграют одно очко кубинки. И сейчас на блоке вновь справились с атакой Кати Гамовой. Но мяч отскочил от рук. Видите, Аняра Муниус. Максимальное количество очков сборной кубы. Но вот на этот раз по этому показательству не сравнялось в вчерашнем поединке. С итальянками Марта Санчес. По 20 очков на счету капитана сборной кубы. И 17-го номера. Ну и 07-5. Аняра Муниус подавала. Мальти Беликова. Точек подрала первым темпом. 8-5. В нашу пользу. Теперь и команда у них будет, конечно же, посильнее на следующем этапе. Но они уже, сборная Толемии в виду, должна за счастье считать уже сам факт того, что они будут продолжать борьбу здесь в четвертьфинале. Продолжилась игра, и Марта Санчес все-таки заканчивает розыгрыш. Она, конечно, настолько хороша на приеме, может быть, сейчас мы с вами вновь это увидим, настолько она не очень все-таки подвижная. Конечно, мы с вами это видим. И не всегда успевает защите. Держать тяжелые мячи. Поэтому, в общем, показатели нашего Либера в этом компоненте смотрите от лучших образцов других игроков защитного плана на этом чемпионате. Ну и видите, вот опротивление наше в концовке первого сета. Можно было дать и спорный мяч, наверное, сейчас в этом эпизоде. Однако, корейский арбитр рассудил иначе. И вот видите, конечно, как и должна играть Венилка Руис на нашем скорослом блоке. Ну и проходит атака у кубинов в центральной зоне. Это уже была Зоева Баров, которая прекрасно атакует как в френтере, так и за трех метров. И проходит отличный удар. Сейчас смотрим еще раз на повторе у Насты Беликовой. Запоздание еще здесь. Попытка заблокировать его была бесполезной. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще не зрячий отыграл сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ляна Месса левой рукой кинула две победы. Хотя во вчерашней встрече против сборной Голландии они едва не проиграли. 9-12 был счет на тайбрейке в пользу голландской команды. И все-таки на концовку, видимо, нервов не хватило такой стихологической устойчивости голландской команды. Да, мне подсказывают, что Москвы, что Кариянки выиграли уже одну партию в матче, параллельном матче, против команды Китая в группе сборной Голландии проиграла счетом 3-1 бразильянкам. Несмотря на хорошее впечатление, которое оставили голландские волейболисты, особенно вот на втором этапе, все-таки вот это вчерашнее поражение на тайбрейке от американок оказалось решающим. И теперь они уже стали кончать и ясными. Сетбол у россиянок вновь на подачу плотненькую. Видите, как только она вышла на подачу, мы взяли сразу несколько очков подряд и завершили в каждой партии свою пользу со счетом 25-19. Этим образом по партиям 1-1. И тут ликуют наши бывшие соотечники. Матча хороша и пока здесь на чемпионате не проиграла ни одного матча. Правда, вчера с трудом унесли многие американцы от. И вновь стали станут, судя по всему, первыми за первое место в своей группе в Ринзе на втором этапе. Началась третья партия и мы сразу же ушли в небольшой отрыв. 2-0. Было до этого момента, пока вот не принесла очков кубинской команде. Счет 4-2 ему круг подавала. 4-2 в нашу пользу. Закрываем блоком атаку Маркер-Санчес и выигрываем 5-е очко. Вот он, тройной, слаженный блок россиянок. Состав очевидец на листах, но уже, что касается составов пар, может быть, вернемся к этому вопросу позже. 6-2 в пользу нашей команды. И все-таки сейчас Санчес пробивает российский блок. Анастасия Беликова на подаче. Знаете, она вчера, например, сыграла явно ниже своих возможностей в матче против сборной Греции. Ну, за весь матч я провела на площадке практически все игровое время. Конечно, могла бы сыграть получше, но зато сегодня, сегодня мы с вами уже видели, уважаемые любители волейбола, как здорово играла Настя, особенно в первой партии. Четкую подачу и выиграла 11-е очко чисто. Ну, Руиз, конечно, сложно остановить даже правильным блоком, если она атакуется с такой хорошей передачей. Оставила линию сейчас, видите, Таня Грачева. И лицо, лицо, посмотрите, нашего капитана выражает абсолютно все. Ошиблись немножко Женя в расстановке. Смесилась немножко ближе к центральной зоне вместо того, чтобы держать линию. Ну, и еще раз повтор. Атати Нейси Карелия и блок Кати Гамовой. Прекрасно все сделано. 12-7 в игре. Мы видели и привыкли с вами уже, уважаемые любители волейбола, как наша маленькая звезда атакует буквально со всех точек площадки и с любой практически, даже с самой неудобной передачей. Мы видели, как и раз она приносит нашей команде важнейшие очки. А вот в сегодняшнем матче пока не клеится. Но на блоке за Тукати берет свое. Сейчас, видите, вместе с Настей Беликовой и Агнофи они закрыли в центральной зоне атаку Карелия. Тут даже не скажешь, кто же из них был лучше. В этом эпизоде обе были хороши. В буквальном смысле двойной блок они поставили. Но атаку Руис все-таки закрыть не смогли. Игрок на перспективу. Да, но сейчас не удалось этот мяч Лене и Плодниковой направить точно с предела площадки. Ей, конечно, было неудобно, но не рассчитала она силу последнего удара. И отправила мяч в аут. Зато на приеме сыграла хорошо. И передавили сейчас в кубинке Леана Меса. Татьяну Грачеву завис мяч на отсеке. Но в таких эпизодах, мы уже говорили, эти судьи по-разному зачастую трактуют. Вроде бы в правилах однозначно. Евгения Артамонова и Лиза Тищенко. 23-14 давала Женя. Скидка, скидка и надо выигрывать. Это очко. Скидка Грачеву обыгрывает Леану Месу. Одиночный блок кубинцам не мог, конечно, не мог их спасти. И, несмотря даже на то, что эта партия складывается для нас, вроде бы внешне очень легко. 25-15 мы побеждаем после атаке Кати Гамовой. Организаторам бороться, руководителям Миражевского волейбола за то, чтобы максимально уплотнить, повторюсь, поднять ценность каждого отдельно взятого матча. Сейчас началась третья, четвертая партия. И после атаки Кати Гамовой мы выиграем второе очко. 2-1 мы по партиям. И работает по-прежнему блок. Вы знаете, в последнее время, на протяжении всего третьего, с цветом мы с вами наблюдали эту картину. Кубинки каким-то образом со сборной Болгарии. Атака Жени Артамоновой проходит, несмотря на то, что блок вроде бы зацепил удар нашего капитана, но вот удачно очень отцепил. Поправляются в защите кубинки с атакой Лены Плотниковой. Ну и затем выигрывают очко. Когда приходится наблюдать за такой игрой выдающихся мастеров, конечно же, чтобы это удовольствие продолжалось как можно дольше. Вот отлично играет Екатерина Гамова. Все-таки на блоке, конечно, мы переигрываем сегодня кубинок. Видно, что в этом компоненте сборной кубинки гораздо тяжелее справляться. С атаками наших главных... Но как неудачно сыграла Лена сейчас в защите, Лена Кюрина. С атаками наших главных нападающих, Катя Гамова и Женя Артамоновой, в общем, блок кубинок справляет силу своей не ослабил и не справились с приемом кубинки. И вновь почти такая же подача, шестую зону в сборную кубы. С вашей точки зрения, как вы считаете? Вообще вот сейчас, например, на протяжении уже второго цвета кубинки сегодня игра для сборной кубы. Ну и, конечно, превосходно сыграли наши девушки. За исключением первой партии матча. Сейчас у нас была возможность выиграть и 22-е очко. Но ошибок, как Марты Санчев с мяч после ватаки улетел за пределоплощадки. 23-12. Умягчаемый удар и Зоева Барров на блоке. Но по 14-е очко кубинки выигрывает. 23-13. Российской команды. Девятка сборной, пользу сборной России. В четвертом сете и 2-1 по партии. Матч-болы. Матч-болы у нашей команды. Ну, надо дожимать соперниц, не затягивать. Атаковал и Гамова. Неудачно. Руев приносит к этой команде 17-е очко. Пробивая наш блок. И вновь Барров подача. И сама же она ошибается. Облегчая, конечно, к нашей радости нам окончание этого матча. И мы таким образом побеждаем в последнем матче этого второго предварительного этапа сборную Кубы.